Всем салют, RedHard тут. Ну что, ребятки, а вот и очередные наши с вами приключения на классическом сервере DZ Standalone. Так, ребятки, я не заходил на сервер около 4 дней, поэтому сегодняшнюю серию мы с вами начнём, наверное, с проверки нашего схрона, потому что я там давно не был, я не знаю, лежит он на месте, либо не лежит, и всё ли там цело, или может быть там половину забрали, может быть сам схрон забрали. И эту самую серию мы начнём именно с этого, так что, короткое предсловие, давайте отправляться, приятного просмотра. Так, ребятки, наш с вами схрончик должен быть недалеко, тут уже за кустом. А так, вот они, так, две кучки грязи лежит. Так, где наша лопата? Давайте сейчас быстренько посмотрим, что у нас там осталось. Осталось ли совсем, может быть, просто кто-то обратно закопал. Сейчас глянем. Давай, давай, копай. Итак, всё на месте, смотрите, никто наш схрон не нашёл, даже химсвет остался на месте. Так, я по пути, пока шёл сюда, нашёл здесь грибочек, так что мы с вами сможем сделать такой говяжий-гребной бульончик, чтобы насладиться условиями зубиапокалипус таким изысканным блюдом. Так, и сейчас мы с вами... Так, ну так. Как я заметил в комментариях, вы все хотите скорее отправиться выживать на сервера с модами. Я понимаю ваши желания, потому что в классической версии Days'а пока что всё очень слишком легко. Мы поели, и у нас почти не тратится калорий. Мы, блин, почти всё нашли, буквально посетит пару мест. На серверах с модами, во всяком случае, на отдельных, гораздо сложнее всё это будет отыскать, и гораздо сложнее будет в плане пропитания. Поэтому, поэтому, наверное, отказываемся от нашего предыдущего плана. И мы с вами будем строить базу, да, может быть, прямо вот где-нибудь вот здесь вот только найдём нужные нам с вами инструменты. И уже будем обосновываться здесь. Построим, посмотрим, сколько она просто существует, и уже потом отправимся с вами на сервер с модами. Так что мы, грубо говоря, убьём двух зайцев. Мы на Ваниле повыживаем немножко, и плюс мы отправимся выживать на сервер с модами. Так, нам нужны кое-какие инструменты ещё для строительства нашей базы, и их мы будем, соответственно, искать в новодмитерской, ближайшей к нам, самой такой более-менее крупной точке. Но, прежде всего, прежде всего, чем искать инструменты, нам надо с вами найти воды, потому что у нас с вами получилось насладиться охотой. Мы сражались, как звери лютые в борьбе с этими дикими коровами, чтобы домыть мясо себе на пропитание, которое, к сожалению, на Ваниле-то не сильно-то и нужно, но всё же хотелось бы попробовать трофеи, добытые в бою. Вот, я, кстати говоря, попробовал без воды пожарить мясо. Ну, вот что у меня получилось. Я не уследил, и оно нахер-то сгорело. Давайте вот эти два кусочка мы сейчас выкинем, потому что они нам негодны, мы их есть не будем, а то, не дай бог, какая диарея, как мы потом будем. Может, кто найдёт, съест волки, может, какие дикие прибегут. Вот, и после того, как мы уже с вами найдём воду, мы с вами будем искать некий строительный лут. И, кстати, по поводу палаток. Я его спрашивал, вы не написали, поэтому по старинке отправлюсь искать в высотки. Хотелось бы поставить несколько стенок, может быть, посадить огородик и уже нам на месте нашей базы разместить палатку. Ну, это так, фантазия на будущее. Сейчас давайте будем отправиться на Дмитр, посмотрим, что он нам преподнесёт и что мы там сможем найти. Блин, ребятки, наконец-то я нашёл эту колонку. Если честно, я уже около получаса брожу по этому городу. Выстрелов пока что не слышно, пару зомбарей тут меня напали, но я от них благополучно отбился. Я, короче, обултал всю вон ту часть, но в Адмитрск уже хотел идти в высотки, но тут случайно завернул в этот дворик. Я, потому что пошёл он в ту зелёную будку, потом он там по краю, по краю, по краю и ушёл туда, был бы получен, эту колонку не заметил. Но сейчас, слава богу, я её увидел. Мы наполним водой и сможем приготовить нашу с вами пищу. Так, я залутал тут небольшое количество домов, но нашёл очень даже неплохие шмотки. Не шмотки, а вещи, которые нам с вами пригодятся. Давайте сейчас быстренько мы где-нибудь в домики вот эти снякаемся. И я вам быстренько всё покажу, что я смог найти. Так, самое главное, я нашёл пилу. Теперь мы с вами полноценно можем приступать к строительству. Нашёл лишнюю пачку гвоздей, нашёл патроны на церку нашу. Нашёл несколько магазинов на Иш, Макаров тот же. Нашёл ещё один дополнительный топорик, который нам, я думаю, всё-таки пригодится. Потому что мы с вами, к сожалению, не нашли скотча. И если нам придётся делать доски только из брёвен, я даже не знаю, одной пилы нам, наверное, не хватит. Нам надо с вами найти либо точильный камень, либо скотч. Но, к сожалению, пока что ни того, ни того не попадается. Кстати, когда этот сервер был на роду средний, то есть сервер сейчас не фуловый. Я потому что сегодня нашёл немножко пораньше. И это как-то... Ну, темнёшко, я себя чувствую расслабленней. Выстрелы пока не слышно, всё хорошо. Вода есть, можно жарить мясо. Но этим мы займёмся, наверное, уже в лесу. Сейчас давайте мы быстренько залутаем остальную часть. Может быть, найдём рюк... Ну, в общем, не знаю, сейчас что найдём, то найдём. Ребятки, что-то я слишком долго заискался. Какие-то вещи в этом замечательном городе настолько долго, что уж тут началась ночь. Зато мы с вами узнали, что на сервере есть действительно ночь. И не знаю, сколько времени она продлится, но это замечательный шанс пожарить наше с вами мясцо, которое мы с вами добыли в предыдущей серии. Я нашёл сегодня вот такой-то небольшой уютный закуточек, где нет ни окон, ни дверей, ни лестницы. Плюс, если к нам кто будет подниматься, мы с вами это услышим. Давайте сейчас быстренько приготовим наш супчик. И уже насладимся его вкусом. Так, смотрите, что я смог найти ещё дополнительно. Я нашёл ещё одну пачку гвоздей. Гвоздей, я думаю, нам хватит с вами в завалиху. Плюс я нашёл три верёвки сразу. Зачем вы спросите, три, если остаётся место для разметки территории. Я хочу сначала поставить стенки, чтобы сформировать там более-менее прямой угол. И уже потом только их застраивать. А с одной разметкой этого сделать не получится. Фух, не знаю, сколько продлится эта ночь. Давайте я сейчас пожарю мясо, пережду её здесь, посмотрим. Может быть, мы с вами побегаем с фонариком, полутаемся. Да, благо у нас батарейка есть ещё почти целая. И хоть что-то да нам будет видно. И у нас, кстати, кончается внослис. Нам бы с вами скинуть часть этого лута в наш с вами схрончик. Но у нас там нету места. Как вариант, мы с вами можем закопать вот этот вот рюкзак и отправиться на поиски с другим. То есть отправиться на поиски другого рюкзака. Но... Ну, в общем, посмотрим. Давайте сейчас сначала пожарим мясо, переждём ночь и уже будем что-то решать. Ну что ж, ребятки, подожариваем последний наш кусочек мяса. Все остальные уже приготовились. Поэтому я не удержался. И я без вас ушёл к грибочек и кусочек мяса. Ну, я уж очень хотел всё это попробовать. Было очень вкусно. Видите, мы потратили больше половины баллона с газа. Почти половину воды выкидли, пока мы всё это мясо приготовили. А батарейка всего всего где-то, ну, одна шестая, может быть. И знаете что? Конца и края пока что этой ночи ещё не видно. Так, давайте ещё займёмся, знаете, какими... Так, всё. Мясо за кварча, значит, пора его выключать. Так, кастрюльку мы убираем. Ну, рюкзак. Займёмся ещё кое-какими делами, которые нельзя сделать на ходу. У нас с вами порвались штанишки. В темноте, конечно, штопать штаны, это такое себе удовольствие. Но наш персонаж молодец, он умеет и не такое. Так, отлично. Штаны мы подлатали. Дальше у нас стал черёд. По-моему, у нас ещё рваный рюкзак. А, даже куртка у нас с вами сильно повреждена, не только рюкзак. Ещё мы в темноте всё подлатаем и отправимся с вами, наверное, до нашего схрона. Я думаю, мы скинем там с вами наш этот рюкзак. И отправимся. За долгим рюкзачком. А, нет, он... Убреждено. А, всё нормально. Почему-то не всё работал с первого раза. Или просто я тупи не топ смотрю. Чик. Вот. А вы спрашиваете, чем заниматься по ночам в Дейзике. Мы с вами починили штаны, починили куртку, рюкзак. Мы с вами приготовили себя пожрать. Какая темнотища, вообще ни хера не видно. И сейчас будем отправляться дальше. Может быть в темноте палутаться? Как считаете, стоит или не стоит? Ну да, уж, ребятки, палутаться у нас с вами точно не получится. На улице такая темень, что не видно вообще ни хера. Блин, с фонариком мы с вами представляем. Очень хорошую мишень для людей, которые фонариками не пользуются. Но в городе в этот момент сидят. Я не знаю, конечно, есть кто-то здесь сейчас тут или нет. Выстрелов, как я уже говорил раньше, слышно не было. Но это же не значит, что здесь никого нет. Люди могут уйти в любой момент. Даже когда ты этого ждёшь, ожидаешь. А всё равно для тебя это может быть огромным сюрпризом. Так, я, наверное, сейчас отправлюсь в сторону нашей с вами нычки. И уже там, там, мы будем с вами решать, чем мы займёмся. Либо мы начнём строить нашу базу. Я там принадлежал одно неплохое место. Она рядом с дорогой находится, но за камнями. И там более-менее можно сделать как-то так, что её будет не видно. Вот. Либо мы начнём с вами строить базу, либо мы с вами дальше отправимся искать кое-какие компоненты, которые нам пригодятся в строительстве. Народ, но очень закончилось так же неожиданно для меня, как и началось. То есть, она где-то около полчаса, час на сервере. Ночь, естественно, ускорена. Так, мы с вами добрались до нычки. Я подлатал немножко рюкзак. Я дополнил дополнительно с этими своими инструментами нашу с вами нычку. И я, наверное, сейчас скину здесь наш второй рюкзак. Тоже его прикопаем. Поэтому у нас с вами будет уже здесь три предмета в нычке спрятанных. И в случае нашей, не знаю, преждевременной кончины мы с вами почти не потеряем лута, которая нам нужна для строительства. А я тем временем сейчас отправлюсь на поиски изоленты, потому что это единственный предмет, который нам сейчас в жизни необходим, чтобы начать нашу строительство. Потому что, когда затупится наш топор с кем с ним, у нас еще есть парочка. А вот если затупится наша пила, нам с вами доски делать будет уже не еще. И, кстати говоря, я совсем забыл. Мы с вами в предыдущих сериях находили чужую палатку. Почему бы нам не сходить ее и не проверить? Вдруг там она есть и что-то туда человек ценное принес. Почему бы и не сходить? Давайте сейчас туда и отправимся заодно, и там поищу я скотч. Ну что, ребятки, я побегал, поискал здесь изоленту, и, к сожалению, я найти ее не смог. А вот палатка, палатка до сих пор стоит на месте. И знаете, тут такое двоякое чувство у меня возникло. Все потому, что как я сложил в эту палатку все, что здесь было до этого, так все здесь осталось нетронутое. То есть за все это время, что она здесь стоит, никто здесь не был, никто ничего всего этого найти и забрать. почему-то не смог. Если честно, для меня это даже немножко удивительно. Но теперь, теперь мы с вами уже палатку оставлять никому не будем. А заберем ее с собой наверх. Где-нибудь в той стороне на горе я поищу место, где мы сможем расположить ее. И уже вокруг этой палатки, наверное, мы с вами попробуем построить забор. Но у нас с вами, у нас с вами нету, к сожалению, пассатиж. То есть вот мы сейчас здесь в палатке взяли замок, у нас есть проволока, но у нас нету пассатиж, и сделать с вами ворота мы, к сожалению, не сможем. Но посмотрим. Может быть, я еще здесь побегу поищу. А может быть, и без ворот останемся. Пока что просто стенки обдегобородимся. Ну, увидим сейчас. Если по пути пассатижи не найду, там уже будем по месту разбираться. Ну что, ребятки, я выбрал более-менее подходящее место для нашей палатки, которую мы здесь можем расположить. Неплохой такой вид открывается с нашей базы. И давайте приступать к самому, не знаю, может быть, интересному для вас. Но для меня это будет самое такое муторное, самое долгое и самое страшное. Потому что мы играем с людьми живыми на сервере. И я сейчас буду заниматься стройкой. И это будет немножко страшно. Но давайте приступать к нашему строительству. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребятки, готовы насладиться, так сказать, результатами нашей с вами бурной деятельности. Вуаля. А вот и наше с вами жилище. На ближайшее не знаю какое время. Единственное, что меня смущает, это вот эта вот щель. Получилась она уж очень большая. Но, если честно, я уже так долго этим всем занимаюсь, что перестраивать мне просто-напросто не захотелось. Я увидел ее слишком поздно. Так как у нас с вами нету, к сожалению, пассатиш, мы с вами ворота сделать не сможем. Я, так сказать, придумал вот такой вот пока что временный выход. То есть, когда я буду заползать внутрь, я буду все это, конечно же, застраивать, чтобы никто не смог проползти иначе. Но это классика. Ладно, смогут сломать, поэтому, может быть, даже и так оставлю. Так, ну, тут немножко я, конечно, намусорил. Кстати говоря, знаете, допустил какую ошибку. Начал сразу валить вот деревья, которые просто стояли рядом, большие вот эти. Но потом до меня дошло, что можно валить. Было вот такие вот маленькие деревья, и не так сильно все это было заметно. Но уже что сделано, то сделано. Слава богу, никто ко мне не пришел, никто меня не навестил. И мы с вами хорошенько так застроились. Давайте я вам со всех сторон покажу нашу с вами базу. Вот такое вот место я выбрал. Здесь можно было поставить палатку. И, если честно, здесь еще можно было прикопать огород. Но у меня уже закончились все инструменты. Вот она, полученная щель. У меня закончились уже все инструменты. Все сломалось. На этот охватил все с трудом. И, если честно, я очень даже доволен результатом. Я еще ничего не успел перенести. Я пока что, наверное, все оставлю в нычках. Все, что у меня там было, переносить будем уже с вами в следующей серии. В следующей серии будем с вами как-то обживаться, если нас, конечно, не ограбят и не унесут все это. Фух. Ну, надеюсь, ребятки, серия вам понравилась. Вот что-то такое я и хотел сделать. Какую-то базу, палатку. Я, конечно, хотел маленькую палатку, но маленькой палатки я, к сожалению, не нашел. Я, кстати говоря, обследовал все высотки, когда искал вот этот сектор весь обследовал. И в те он добежал. Ни одной палатки я там, к сожалению, не нашел. Видимо, старая система такая, что уже только на балконах палатки спаимятся. Уже сейчас не функционирует. Уф. Ну, в общем, все. Давайте, наверное, на этом нашу серию будем заканчивать. Наверное, она получится не такая длинная, потому что я много делал за кадром и мало болтал. Да, на этом давайте, наверное, и будем нашу с вами серию заканчивать. Спасибо, что вы были со мной. С вами был Рэкер. Жду ваших комментариев. А, подписки и лайки, это уже как хотите сами. Скоро увидимся. Пока. Эх, ребятки, и маленькое еще такое небольшое послесловие. К сожалению, на следующий день, когда я зашел на сервер, моей базы уже не было. Не было абсолютно ничего. Но это было связано не с тем, что на сервере произошли какие-то изменения. Это было связано с тем, что вышло очередное обновление в дейзике. И, к сожалению, базы данных обнулились. На этой вот, ребятки, с вами, скажем так, трагической ноте мы, наверное, будем заканчивать наше с вами выживание на ванильном сервере. И мы с вами уже отправимся на сервера с модами. И, скорее всего, это будет сервер неудержимый, так как вы много в комментариях мне про него писали. Раз вы хотите, давайте, почему бы нам с вами и не попробовать. Так что встретимся в следующих сериях.